Тираспольский аэродром переоборудован военный. По крайней мере, такой вывод можно сделать из пакета документов и схем, которые были присланы в редакцию нашего канала. На аэродроме подготовлена взлетно-посадочная полоса на 2500 метров для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов. На законсервированном в середине 90-х годов объекте был также возведен военный городок, где базируется несколько оперативных групп российских войск, командно-диспетчерский пункт и центральный штаб. В документах также говорится, что здесь было построено и отдельное здание для караула. В комментариях к пакету присланных документов указано, что 22 января на заседании Высшего совета безопасности России президенту Владимиру Путину доложили, что строительные работы завершены и аэродром готов принимать самолеты. Кроме того, главу государства проинформировали о том, что подготовка к некой операции под кодовым названием «Туман» завершена. Других подробностей об этой спецоперации не приводится. Однако, после заседания ВСБ Кремль заявил, что руководство России обсудило создавшуюся в Молдове ситуацию. В январе Приднестровский КГБ неоднократно проводил заседание. Отчеты о ситуации в Молдове регулярно направлялись в Москву. Недавно спецслужбы региона рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения Кишинева во избежание возможных провокаций, а в случае необходимости выезда соблюдать меры осторожности и не принимать участие в массовых акциях. Подобное предупреждение от такой структуры, как КГБ, выглядит по меньшей мере странно, учитывая, что это не входит в его непосредственные обязанности. Автор послания также указывает, что двое из организаторов кишиневских протестов, а именно лидер социалистов Игорь Дадон и председатель нашей партии Рината Усатый, якобы получают прямые указания от администрации российского президента Владимира Путина. И именно этим объясняются их регулярные поездки в Москву. Дадона и Усатого, однако, курируют разные лица. Один из них – некий Маслов, который является сотрудником администрации Путина. Роли у политиков также разные. Например, Рината Усатый является главным дестабилизирующим элементом, и для этого его обучают разным эффективным методам. Игорь Дадон, напротив, должен действовать в стиле конструктивной оппозиции. По прямому указанию Кремля, политики любыми способами пытаются спровоцировать проведение досрочных выборов в Молдове. За это Москва обещала обеспечить их большим количеством голосов на выборах. В частности, за Дадона и Усатого, как ожидается, должны проголосовать жители Приднестровского региона. Журналисты Реалитата ТВ попытались получить комментарии от Игоря Дадона и Рината Усатого, но политики не ответили на телефонные звонки. В одном из присланных в нашу редакцию документов говорится, что свои интересы в Молдове Москва продвигает через 40 людей и организаций, с которыми непосредственно контактирует посольство России в Кишиневе. В частности, это не правительственные структуры, политологи, журналисты. В этом свете уже не кажется странным публичное обращение лидера Молдовской диаспоры в России Александра Калинина к Владимиру Путину. В своем заявлении Калинин просит президента спасти славянский народ, проживающий в нашей стране. Точно такой же сценарий применялся и в Крыму. В 1500 году великий молдавский господарь Штефан Чалмаре с молдавской армией охранял рубежи России. Он не сдал Крым и христианство туркам. История повторяется. И сейчас, Владимир Владимирович, эта роль выпала вам. Спасти последний славянский народ. От лица молдавского народа, от лица молдавской нации, от лица молдавской диаспоры мы просим вас сохранить молдавскую нацию и не дать нам исчезнуть с истории. Между тем, в Приднестровье постоянно проводятся военные учения. Например, в период с 18 по 22 сентября прошлого года прошли учения с участием наземных и воздушных сил. Свои способности продемонстрировали противотанковая артиллерийская бригада, четырехорудийный, шестиорудийный и восьмиорудийный батареи, а также военные вертолеты типа Ми-28М и Ми-8, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ. Учения разделились на три этапа, а военные действовали на основе заранее установленному сценарию. Так, первый этап предполагал, что его участники должны выдвинуться в зону конфликта, разместиться в базовом районе и заблокировать выход из него для членов незаконного военного формирования. На втором этапе военнослужащие были обязаны найти и ликвидировать врагов, уничтожив их базы. Под конец их задачи было взять под контроль территорию, занятую этими незаконными военными формированиями, обеспечив охрану и оборону важных объектов. Очередные учения в регионе начались 2 февраля этого года. На этот раз задействованы только танкисты. Об этом говорится на сайте так называемого Министерства обороны Приднестровья. Их цель – повысить уровень подготовки военнослужащих. Учения продлятся две недели. Военные будут проводить занятия по тактической подготовке, демонстрировать технические и боевые свойства танков.